В Кирове разыскивают девушек, причастных к краже одежды из торгового центра. В Новокузнецке мужчина расстрелял в мировом суде свидетельницу и пристава, а в Вологодской области отец признался в убийстве собственной полуторагодовалой дочери. Подробнее об этих и других событиях в нашей рубрике «Происшествие». В Кирове разыскивают девушек, причастных к краже одежды из магазина. Хищение произошло еще в новогодние праздники в одном из торговых центров города. По версии полиции, к этому причастны четыре девушки, которые попали на камеру видеонаблюдения. Кировские полицейские раскрыли ограбление девушки. В новогодние праздники 27-летняя кировчанка познакомилась в кафе с мужчиной-посетителем. В какой-то момент ее новый знакомый вышел из зала, прихватив с собой дамскую сумочку с планшетом и смартфоном. Догнать его у девушки не получилось, но полицейские быстро нашли грабителя. Это 47-летний житель области, ранее судимый за разбой. Буквально за неделю до Нового года он вышел на свободу. На судебном участке мирового судавного Кузнецка 45-летний мужчина устроил стрельбу. Он пришел в здание с ружьем, выстрелил в судебного пристава, который пытался его остановить. Затем прошел в кабинет, где шло заседание по делу, и открыл огонь по 43-летней женщине, выступавшей в качестве свидетеля. Вскоре прибыли сотрудники Росгвардии и задержали стрелявшего. От полученного ранения в живот судебный пристав скончался в больнице. Женщина прооперирована и находится в реанимации. В Вологодской области арестован мужчина, подозреваемый в убийстве своей полуторагодовалой дочери. Это 28-летний житель села Шуйское Междуреченского района. В качестве меры пресечения суд избрал для него заключение под стражу на два месяца. Мужчина признался в преступлении и на следственном эксперименте показал, как все произошло. 11 января он выпивал вместе с женой и поссорился с ней, а маленькая дочка попала под горячую руку. Девочка скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. Отец отвез тела ребенка в областной центр и бросил в машине. Мертвую девочку обнаружили спустя два дня. В Краснодаре сотрудник ГИБДД подозревается в получении взятки. По данным следствия, он вместе с коллегами вымогал деньги у генерального директора одного из местных предприятий. А в случае отказа от уплаты обещал устроить проблемы. Директор воспринял угрозу всерьез и перевел на счет вымогателя 40 тысяч рублей. Позднее в домах подозреваемых прошли обыски. Оперативники обнаружили полтора миллиона рублей наличными, множество ювелирных изделий и дорогостоящие часы.